Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Классовая борьба в современной России». Идет занятие секретарь регистрационного комитета КРУП и Родфронта Полисов Васильевич. Пожалуйста. С чего я хотел бы начать? Прежде всего, человек отличается от всех живых существенных тем, что он не находится в природе необходимого в готовом виде для себя всех продуктов. И он вынужден производить. И производить причем не в одиночку, а только все вместе, как бы, общественный характер труда. И вот на протяжении всей истории человек занимается производством, производство усложняется. И мы заставим его в готовом виде, сами для себя и тоже участвуем в этом производстве, развиваем его. И вот на данный момент времени, это статус данных по Российской Федерации на 1 июля 2016 года, структура производства современного в Российской Федерации выглядит следующим образом. Вот для представления. То есть начинается производство с добычи полезных ископаемых. Задействовано 1,5 млн человек или 2%. Энергетика, современное производство невозможно без энергоносителей, распределения, производства 3,2%. 2,3 млн человек. Дальше, собственно, само производство, которое производит всю основную и станки и оборудование, в том числе предмет и потребление. Задействовано 14%, то есть не очень большая часть, или 10,3 млн. Сельское хозяйство, охота, рыболовство, мы видим 6,7%, 5,5 млн. человек. В строительстве достаточно большое задействовано 7,6%, 5,5 млн. человек. Транспорт и связь невозможно разновременно. Общество представить себе без транспорта, без связи, без обмена продуктов и товарами. Большая часть 9,5%, 6,9%. Призведенная товарная масса распространяется через торговые сети. Торговля задействует очень большая часть общества, 15,9%. Современная гражданная статистика объединяет торговлю и мелкие ремонты. Поэтому вот эта статья 15,9% вместе с мелкими ремонтами. То есть 11,5 млн. человек. Гостиницы и рестораны. 2,5% – 1,8 млн. человек. Недвижимость и аренда. Очень большой сектор, который ничего не производит, но тем не менее люди заняты, какими-то задачами не решают, оформляют бумажки, считают деньги, получают, обслуживают. Вот эти отношения. 7,2% – 5,3 млн. То есть это, в принципе, не производительный сектор. ЖКХ и прочие услуги. Это статистика так выделяет. Что такое прочие услуги? Но надо думать, что сюда входит все. И театр, наверное, и культурные какие-то услуги, и религиозные, может быть. И в том числе, наверное, и те, которые задействованы в идеологии. Газеты, телевидение, которые создают. ЖКХ и прочие услуги – 4,3%, 3 млн. человек. Финансы. То есть невозможно представить себе современное производство, которое бы существовало без финансов. И более того, финансы, непосредственно банки, они же контролируют все это производство. Формируя вот эту структуру финансов, в финансовом секторе задействовано 2,2% – 1,6 млн. человек. Вот если мы посмотрим другую статистику по образованию, сколько людей с высшим образованием в разных отраслях, мы увидим, что в этом секторе самый большой процент людей с высшим образованием. Даже больше, чем непосредственно в системе образования, правоохранения и государственного управления. финансовый сектор, он 30% – 1,6 млн. человек. Он забирает себя в самых лучших. Собственно, государство. Тема 0,4% – 0,5 млн. человек. Государство – это чиновники, это силовая структура. Это армия, полиция, всякие спецслужбы и тюремные, так сказать. Ну и социальный сектор – это больница, поликлиника, другие социальные услуги. Задействовано 11-17% населения, 12 млн. человек. Вы видите, очень много у нас врачей, учителей. Это достаточно большая и серьезная часть. Она, как в основном, финансируется из государства за счет бюджета. Пока платных больниц и школ у нас не так много, не развивается. То есть в основном вот это все, так сказать, относится к государственному финансированию. Но процесс вот этого производства – это мы распределение рабочей силы. Понятно, что на каждом участке люди различаются по своему положению, по своему участию, по конкретной функции, которую они выполняют. И сколько их роль в общественной организации труда различается, различается их степень получения дохода от общего продукта. То есть люди распадаются на классы. Ленин, я зачитаю вам определение класса, которое давал Ленин. Это большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства. Вот она сейчас так вот. Она исторически определена. По их отношению, в большей части закрепленному и оформленному в законах к средствам производства. То есть является ли он владельцем или не является. По их роли в общественной организации труда. А следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может присваивать себе друг другу, благодаря различию их мест в определенном укладе общественного хозяйства. Мы переходим к классовой структуре теперь. То есть это структура производства Российской Федерации. Всего рабочая сила составляет 72 миллиона человек. И она таким образом распределена по производству. Классовая структура. Значит, она сделана, тоже этот анализ, на основе статистики. Прежде всего, значит, во главе всех классов стоит господствующий класс. У нас готовил Олег Денисович. Да не для Олега. Не для Олега. Не надо будет. Не, ну по сути правильно. Эмоционально. Значит, буржуазия. Это порядка одного миллиона человек. Вот буржуазия. Это собственники средств производства, это работодатели. Буржуазия – это по статистическим сборочкам. Да. Это работодатели. Работодателем является собственник средств производства. Всего их один миллион человек. Понятно, что буржуазия, она различается тоже внутри. По капиталу, по степени. Значит, по тому количеству, которое они владеют. Капиталом средств производства, сколько людей на них работают и прочее. Всего их один миллион человек. Здесь главенствующую роль играют банки. Во главе. Потому что банки, они контролируют промышленность, имеют контрольные пакеты акций. И, в принципе, стоят во главе этого класса, являются элиты буржуазияного класса финансовой олигархии. Банков количества у нас не так много. Если в 90-х годах было 2000 банков, то сейчас началось санаться, началось укрупнение. И в среднем, значит, за последние годы они убирают и лишают лицензии по 100 банков где-то в год. На 1 октября 2016 года у нас осталось 649 банков с собственным капиталом всех банков 9 триллионов рублей. Но при этом сами банки хоть и хоть 649, но буквально несколько банков, находящихся в первой строчке, они в основном больше половины всех этих активов объединяет в себе. Поэтому в буржуазии, у них большое расслоение по капиталу, ну, почти к 1 миллион человек. Самозанятые 4 миллиона. Самозанятые это кто? Это те, которые, значит, имеют какие-то средства труда, продают, изготовляют продукты, продают его, не увлекая процесс производства в наемную рабочую систему. Всего их 4 миллиона, половина из них, 2 миллиона, заняты в сельском хозяйстве. Вот если мы возьмем сельское хозяйство, ну, это крестьянин, самозанятый. Вот современный крестьянин самозанятый отличается от крестьянина царской России. Во-первых, он не отрабатывает необходимую барщину, как раньше было, с одной стороны. Другой, производительность труда в сельском хозяйстве ушла далеко вперед. И ему, чтобы конкурировать с крупными хозяйствами, который использует современную технику, современный способ производства в сельском хозяйстве, он приходится работать с утра до вечера, плюс он повязан кредитами, и вряд ли он, так сказать, чувствует себя лучше, чем его соратники по классу 100 лет назад в сельском хозяйстве. Поэтому им не позавиду, самозанятый в сельском хозяйстве. Значит, интеллигенция, очень большой слой, 25 миллионов человек. Интеллигенция – это кто? Интеллигенция – это люди, которые имеют образование, имеют определенный набор знаний, и которые задействованы в процессе производства, значит, на каких-то… используются как специалисты, либо на руководящих должностях, либо они заняты творчеством, услуживанием производства, творчеством, что-то создают, научными изысканиями. Они заняты в образовании, здравоохранении. А процент неимущей интеллигенции там какой? Неимущей. Да хорошо. Интеллигенция – вообще неимущая. 25 миллионов – неимущая интеллигенция. А что такое имущая интеллигенция? Имущая интеллигенция – это буржуазия. Она вот здесь. Буржуазия – интеллигенция. Самозанятый. 4-х миллионов этих людей есть. Крупный менеджер – это буржуазия. Здесь интеллигенция. Ее, значит, характеристика какая? Такая. Вот мы дальше пойдем говорить о рабочих. Вот рабочие, они сами по себе, вот в одиночку, себя не представляют из себя какой-то силы отдельно взять. Они сильны только когда вместе, когда участвуют в процессе производства. Для того, чтобы создать современный продукт, например, атомную электростанцию, надо организоваться приблизительно 100 тысяч человек, вот их труд. И вычленить труд какого-то конкретного человека невозможно просто. И он чувствует себя, вот, подчиненный дисциплине, и чувствует себя частичкой целой. Если взять интеллигенцию, она индивидуалистична в своей работе. То есть она не хочет никогда сливаться с массой. Наоборот, она хочет все время выделиться. Возьмем, например, учителя для педагога. Вот есть класс, вот он гуру такой, учит всех. Принимает экзамен, доставит оценки. Он вершитель. Он выделяется из этой, какая-то аудитория, он главный. Или врач, к примеру. Вот пациент забальный. Хватает его за полу по ладам. За полу по халатам. Он говорит, что у них здоров или больных жителей уберечь. Ну, так гласловно говорить. То есть он царь и бог для в глазах этих больных. По сути дела. Он выделяется. Ну, а творческие, опишущие братья и вообще. Эхнические молчатые. Понятно, что это все ландеркинты. Они еще выделяются. То есть, с одной стороны, вот это иньюдализм. С другой, они тоже привергаются отчасти гнету и унижению. Со стороны их права. Начальство, власть имущих, богатых людей и прочее. Они, конечно, им стараются мстить разными шаржами, разными выступлениями. Но по образу жизни, по своему, она стремится жить как буржуазия. По своему образу. Она берет все привычки, значит, вот этого господствующего класса. В интеллигенции, поскольку она обладает знаниями, в ней есть отдельные элементы, которые переходят на точку зрения рабочего класса. Не вся интеллигенция, а отдельные элементы. Но при этом, значит, те, которые перешли на точку зрения рабочего класса, они все равно несут в себе некоторые черты интеллигенции. Какие это черты? Это обидчивость, там, сдурность, желание интриговать и прочее. И отказ от подчинения партийной дисциплине. Кто не выполняет решения, ну, партийные, если организовываться в ангар в партии? Ну, в основном интеллигенция. Она шарахается, она колебуется. Потому что характер ее жизни самой воспитывает в ней эти качества. Идинистические. В чем это проявляется? Например, вот пример конкретных предложений. О том, что интеллигенция, значит, старается жить как буржуазия. Вот есть элементы у нас, которые перешли на позицию рабочего класса, из фонда рабочей академии, преподавателей. Вот когда они делали расчет стоимости рабочей силы, если вы посмотрите, что они туда заложили? Телефончик. Значит, все время машины меняют, все время мебель там, периодически надо за границу уезжать, в рестораны ходить. И иметь в собственности жилье. Если мы посмотрим внимательно на собственности жилья, это идея прудона, амархизма. Потому что рабочий класс, как класс, не отдельный представитель рабочего класса, как класс. При буржуазном строе он не может иметь собственности квартиры. Если бы он, значит, буржуазия могла решить этот вопрос еще 200 лет назад. Но и невыгодно. То есть рабочий не должен иметь квартиру. Более того, и при переходе в другой строй при социализме, рабочий класс, значит, вообще трудящий тоже не имеет собственности жилье. Это неправильно. Жилье это общественный фонд должен быть, а не собственный. Поэтому вот это все, что привнесли, значит, профессора, это интеллигентские представления об буржуазном образе жизни. Поэтому интеллигенция, которая, те элементы, которые переходят на точку зрения рабочего класса, они обладают определенным кругозором, знанием, за это их уважают, значит, и учатся. В то же время есть и черты, значит, склонность к оппортунизму все время. И, значит, слабо очень подлинные действия, характеристики, чтобы мы понимаем. Значит, следующая у нас категория студентов. Четыре с половиной миллиона человек, они относятся или стараются, да, мыслить себя, быть интеллигентами. Потом, по окончанию, чем заявление, не значит, что все они будут интеллигенцией. Некоторые могут, так сказать, идти и работать. Другие вот это, тем не менее, они, они по своему мышлению являются интеллигентами. Это тяготеев и интеллигентами. Среди студентов тоже много разных, значит, точек зрения существует. Не значит, что они выражают только точку зрения своего слова. Там есть и разные идеи, есть и те студенты, которые приходят на позиции рабочего класса отдельно, как и везде. Рабочих, значит, 38 миллионов человек. Из них в торговле едет 10 миллионов занятых, в сельском хозяйстве 2,8 миллиона. Промышленность, строительство, транспорт и связь 10 миллионов. При этом, я хочу подчеркнуть, что непосредственно в самой промышленности задействовано всего 4 миллиона. Значит, в Европе больше, чем в 1917 году 4 миллиона. Но в то же время мы видим, что 4 миллиона – это не очень, но по отношению ко всему населению в процентном отношении. Но их роль и их значение в процессе общественного производства гораздо выше и серьезнее, чем всех остальных классных условий. Вот эти 4 миллиона, они могут парализовать всю страну. В принципе, остановить. Потому что если студенты хотим учиться и самозанятые, ну, наверное, это ничего и не заменит. Не заменит это особо, самозанятых 4 миллиона. А вот 4 миллиона промышленных рабочих, если остановят в заводе, то заметят все. Ну, неквалифицированных, значит, статистика буржуазная уделяет операторы, аппаратчики, водители, машинисты, всех. Вместе вводят 9 миллионов человек. Ну, и неквалифицированных рабочих – 7 миллионов. Неквалифицированных, они распределены. Большая часть – все с механизмом. Безработных – 4 миллиона в настоящее время. Резьерная армия труда. Здесь есть рабочие, интеллигенция, в этом, не безработные. Пенсионеров у нас тех, которые получают пенсию, не работают – 40 миллионов. Вот человек, он уже не участвует в процессе производства, и от него ничего не зависит, на принципе. В большом счете. Он получает пенсию. Он зависит от государства. Вот. Что из себя представляют пенсионеры? Каких их интересов? Их интересов – получать пенсию. В то время. Когда будут потрясения какие-то революционные, понятно, что пенсию… Не понятно, будешь получать или нет. Поэтому все. Вот этот слой. Он, значит, на стороне государства находится. На стороне господствующего класса. В целом. Что он заинтересован. Но в деревне интересуют. Не все. Не все. Есть отдельные элементы, как и среди всех, которые стоят на точке зрения рабочего класса. То есть в любом есть отдельные элементы. Они переходят на точку зрения рабочего класса. Но мы здесь говорим в целом. Что из себя представляет данная категория. В любом случае. Значит, у нас дети 25 миллионов. Детей? Детей. Да. До 18 лет 25 миллионов. Заключенных в первых 650 тысяч находятся. В следственных изоляторах. Двое наказание. Вообще. Это второе место в мире. Три развитых стран. После США. Вот в России. Ну и государство. Значит. Аппарат, так сказать. Учисляет диктатуру господствующего класса. Буржуазии. Массовый олигарх. Один миллион. Это чиновники. Это люди с высшим образованием. Которые. И порядка 4-3 миллиона. Это чиновники. Это полиция. Армия. ФСБ. Тюремщики. И прочее, прочее, прочее. Всего проживают на территории Российской Федерации 146 миллионов. 300 тысяч человек. В настоящее время. Значит. Вот. Классы же состав. И ядро. Пробойчивого класса. Пробойчивого, например, 3-4 миллиона. Небольшая часть. Но. Еще раз подчеркну. Его роль в общественном производстве. Классами. Значит. Мы говорим о классовой борьбе. Вот. Среди вот этих классов социальных групп есть свои экономические интересы. Они входят в противоречия друг с другом. И, так сказать, появляются пищей основой классовой борьбы. И в ходе классовой борьбы, вот разрешение противоречия, собственно, идет прогресс, идет движение. Проявляется классовая борьба в различных выступлениях. Вот. Я хочу привести просто примеры, определенные, да, где класс себя проявляет. Например, пролитавский, вот, рабочий класс, где себя проявил в новейшей истории России. Это Выборгский ЦБК в 90-х годах. Где рабочие создали совет, взяли завод, запустили производство, начали производить, потому что хотели ликвидировать собакашь водичный король. Тогда тайкунт, спецподразделения бросили на них, стреляли впервые в истории России, чтобы захватить завод, освободить рабочих. То есть они установили власть. Там пошел в советский, власть была и на заводе, и в населенном фунте. Это Выборский ЦБК. Типичный, ну, такой характерный пример. Больше таких выступлений не было в России, такого масштаба не было. Именно классовые такие. Значит, самозанятые и мелкая буржуазия – это Платон. Это их протест. Протест против вот этой системы взимания налога с большегрузом. Они начали проводить свои марши, акции протеста. Сейчас они уже вышли на экономические, с экономических политическим требованиям. Годовщина была, если бы была акция этих. Начало акции. Годовщина. Они потребовали отставки министра транспорта и Медведева, пример министра. То есть тут протест отмените на Платона, а в принципе все остальное оставляете так, как есть. Платон и Медведева. Протесты интеллигенции. Интеллигенция, она тоже имеет определенный протестный потенциал. Она не является вполне революционным классом, революционным слоем. Ленин говорил, что революционное влияние интеллигенции – ничтожное, как слой. Даже, наверное, больше реакционно, кроме отдельных элементов, которые переходят на точку зрения рабочих классов. Протесты интеллигенции. Это, как правило, все акции против зажима демократии. За честные выборы, вот эти белые ленточки, вот они нацепляют это, их использует крупный капитал иностранный для того, чтобы раскачать ситуацию. Они с удовольствием это делают. Против любых зажимов демократии. Против застройки парков, вот их типичное выступление. Монетизация льгот пенсионеров, тоже выступление пенсионера и интеллигенция. Против законов Яровой и прочее. То есть, вот такой протест, который не идет против самой власти, а так или иначе направлено на улучшение их влады. этого слоя, в этой власти. Это я привел пример, да, выступления. Класс. То есть, вот крупная буржуазия. Она тоже ведь борется за власть. И наиболее яркий такой пример, это октябрь 93-го года, где крупная буржуазия из танковых орудий. Расстреляла, захватила, установила свой тяжелый. Подавив все остальные классы и славяки. Четверно-классовые борьбы, они, можно условно их разделить на три вида. Экономическая, политическая и идеологическая. Экономическая борьба – это борьба за ближайшую цель, за более лучшее положение класса или слоя при данных условиях. Для рабочего класса это более выгодные условия продали своей рабочей силе. Экономическая борьба. Рабочий класс объединяется для этой борьбы в профсоюзе, стихийно, это исторически, как возникло. Для того, чтобы стоить монополийно продали свои рабочие силы. Борются они, естественно, с теми, кто их угнетает, угнетает их непосредственно владелец завода, буржуазия непосредственно. Они это видят. И здесь идет столкновение с полярным интересом. Рабочий класс, он самый угнетаемый. От него зависит все это общественное производство, поэтому он специально самый революционный класс из всех существующих. Без него ничего произойти не сможет. То есть он движущая сила будущего революционного преобразования общества. Прежде всего промышленные территории. 4-4 миллиона. Вот они. Значит, статистика последних лет показывает рост экономических конфликтов. Ну, например, за 9 месяцев этого года количество социально-тогданых конфликтов выросло по отношению к предыдущему году на 21%. В отношении к 2014-му на 53%. То есть рост идет. Просто он не афишируется средствами массовой информации, но само по себе ухудшение условий жизни заставляет бороться. Значит, надо отметить, что экономическая борьба может превратиться в борьбу политическую. Когда это происходит? Когда экономическое требование какое-то выносится на национальный уровень. Его начинает поддерживать все, это экономическое требование. Весь рабочий класс. И эта борьба превращается тогда в классную борьбу. Любая классная борьба есть в борьба политическая. То есть это требование, оно в виде закона воспринимается. Например, раньше это требование такое, экономическое, которое стало политическим, это восьмичасовое рабочий день. За него боролись, все стали требовать это требование. В виде закона было проведено политическое, экономическое. Когда выдвигает отдельный коллективный предприятие. Значит, политическая форма политики – это борьба классов за государственную власть. Значит, у нас господствующий класс буржуазии. Он проводит выборы. Для чего? Для того, чтобы перезагрузить, законить свое собственное господство. С помощью выборов буржуазных выборов, вот свое господство никогда не потеряли. В настоящее время, значит, интересы буржуазного класса проводят партии. Ну, интересы любого класса проводят партии. Буржуазного класса проводят буржуазные партии. Если посмотреть список политических партий, существующих в данное время, это 76. Те, которые официально зарегистрированы. То есть, они представляют интересы всех социальных групп по нескольку раз, потому что среди каждого класса есть течение, есть партии, спойлеры, например, которые тоже специально делают для того, чтобы забрать голоса партии-конкурентов. Сама буржуазная. Они борются тоже. Мы знаем, что выборы показали. Четыре партии прошли из этих 76. Это Единая Россия, УПРФ, НДПР и Справедливая Россия. Вот эти партии, это партия, которая обслуживает господский всекласс, буржуазию. Они отгородились от всех остальных партий, приняв соответствующие законы о собственном финансировании. Впервые вот это финансирование партий с бюджета за счет всех началось с 2003 года, когда был принят закон о политических партиях. Тогда платили 50 копеек за голос, который получила партия на выборы в государственный дом. Ежегодно. Значит, умножали, сколько они голосов набрали на 50 копеек, и каждый год они получили. На 50 копеек это мало, они начали, так сказать, увеличивать, увеличивать. И сейчас дошли до 110 рублей в 50 копеек. То есть за 10 с небольшим лет в 220 раз подняли собственное финансирование. Вот этот созыв, который избрался, не внесли предложение увеличить 110 до 153 рублей. Правительство согласилось уже на это. В принципе, пока закона нет, но никто не сомневается, что в ближайшее время это будет принято. Если это привод, значит, 153 рубля за голос, то ежегодно из бюджета Единая Россия будет получать 4 миллиарда рублей КПРФ и ЛДПР. КПРФ и ЛДПРФ, а ЛДПРФ и яблоко. А яблоко почему? Яблоко. Справедливость. Справедливость. То есть вот эти деятели, да, приняли законы, получают финансирование, имеют депутатские мандаты, помощников, ресурсы. Мы, правда, давайте договоримся о честных выборах. Какие-то честные выборы могут быть. Когда в их руках газеты, радио, телевидение, деньги, аппарат. Потом понятно, что это выборы честные. Можно говорить о честном подсчете голосов, если только сами выборы, они, естественно, сделаны таким образом, что в это время перезагружалась партия буржазии между ними. Выясняется отношение. Но это не значит, что мы не должны принимать участие. Ленин этому многое посвящал. У нас были занятия, они были остановлены. То есть мы идем на выборы для того, чтобы использовать возможности, чтобы привлечь людей в политику, чтобы посмотреть собственный старикет влияния. У нас есть обратная связь. Насколько и наши идеи сейчас поддерживают. То есть, если удастся получить по тоски мандат, то получить какие-то ресурсы. Протфронт шел на этих выборах. Как партия участвовала, мы увидели, что пока наши идеи в рабочем классе в массе своей не поддержаны, не понимают. И вообще участие в выборах рабочий класс тоже не понимает. Ничего. Задача. Почему так происходит? Ну, у вас заинтересованы, прежде всего, господствующие классы, чтобы трудящиеся, так можно меньше участвовали. Отсюда они перенесли выборы на сентябрь месяц. Сами почти агитацию не проводили. Явку мы знаем, они убрали из закона. Раньше там было больше половины, сейчас уже любое количество придет и выберет Госдуму. Небольшая явка. Управляемыми членством, пенсионеры, чиновники, интеллигенция не обеспечивают необходимый расклад. Придящиеся, как правило, не участвуют в этом, потому что не понимают за того голосовать, что изменится с этим голосованием. Значит, мы шли на эти выборы, говорили о собственной борьбе. КПРФ, значит, тоже шла, какую-то риторику использовала. Получили они меньше, чем мы планировали. И внутри КПРФ тоже идет обсуждение, почему они так и как низкая такая, что там голоса распределились. Поступал из Карелии, Кашин такой, который шел депутатом по корейскому округу. Говорил Рудзюганову, что все, неправильная работа, посмотрю, какая специальная напряженность в обществе из 100 человек, 72 человека, получает 15 и менее 1000 рублей в месяц. Вроде бы как должно сполыхнуться, за нас проголосовать, а нет. Ну, значит, неправильную, так сказать, компанию провели и прочее, и прочее. И приводит, что и власти тоже мешали, сняли из списков, у них был председатель регионального отделения ФНП. То есть, сняли его из списков, и якобы это тоже помешало ему, Кашину, там, набрать необходимое количество глаз. Но он умолчал, что вот этот председатель регионального отделения ФНП, который шел по списку ФНП, был действующим членом «Единой России». За это и выяснили. Нельзя быть членом одной партии, а идти по другому. Вот эти выборы, они что показали? Они показали полный отрыв, значит, организованного рабочего движения, профсоюзного, от участия в выборных процессах. Значит, вот те профсоюзные лидеры, которые шли, они вообще страшно далеки. И прошли в Госдуму, они страшно далеки от рабочего класса, от народа. Это Вострецов есть такой, председатель профсоюзного союза, который по спискам «Единой России». Вострецов. Есть Пантелеев, председатель Кировского завода, который тоже ничем себя не проявил, ничем себя не показал. Есть у нас еще шейн по спискам «Справедливой России». На прошлых сроках с пребыванием дыма он себя, в общем-то, помогал как-то. Первый только срок. Он нам помогал. То есть это интеллигенция, которая переходит, которая колеблется. Сейчас посмотрим, что он из себя будет представлять, как он будет участвовать. То есть практика покажет. Но попробуем работать через шейн. Других пока нет. При этом мы понимаем, где он находится и его ограниченности. Тем самым. Значит, по идеологической борьбе. Это, конечно, прежде всего тот марксизм, который мы должны внести, вносить, изучать сами и вносить. Он противостоит вот этим всем научным концепциям, которые на нас сыпятся, оплевывая Ленина, Сталина, Маркса, всех в разную кучу. И практику, и теорию, рассчитывая на то, что основная масса-то не читала работы. Поэтому вот это, если послушать, то действительно вроде как глупости там писали и прочее. Идет идеологическая борьба. Вот, если мы посмотрим последнюю инициативу президента. он хочет внести, внес задачу разработать закон о российской нации. А другие подхватили и о государственной идеологии. Помните, с чего начинался распад Советского Союза? Вот, когда вот эта тут же азия либеральная слава власти, она говорила, что никакая идеология не может быть господствующей. Для того, потому что тогда господствующая была коммунистическая. И вот у нас вроде плюрализм в идеологии сейчас. Теперь они в власти. Теперь что? Теперь их идеология должны господствовать. Они хотят ее закрепить в форме закона. Она и так господствует. И теперь они хотят еще закрепить в форме закона. Поэтому борьба здесь, на этом поисковской, идет. Основная задача – это воспитывать бюджетный патриотизм. Мы находимся сейчас на стадии империализма. Империализм – это кону социалистической революции. Но для того, чтобы она произошла, необходима политизация рабочего класса. Необходима рабочая политика и рабочие движения. Вместе с тем, наибольшая опасность в эти периоды и отставание выступлений рабочего класса от перерезной обстановки вроде улучшения выступлений мы пока таких серьезных не видим политически. В чем причина? Причина заключается в оппортунизме. В оппортунизме тех партий, которые работают с классом, которые говорят, что мы выражаем ваши интересы. Это главная опасность. И здесь можно привести примеры как раз этой борьбы. Например, и в Ротфронте, и в других партиях, в том числе и здесь есть такие тенденции. Тенденции это приносит интеллигенция всегда. Интеллигенция приносит шатание, колебание. Те элементы, которые переходят, не несут себе. Вот у нас есть в Калуге профсоюз МПРА. Хороший профсоюз, боевой такой. Возглавляли его социалисты-траткисты. И в момент кризиса отрасли, когда ставят много автомобилей нереализованных, они видят конвейер, останавливаются. Вроде как сокращение неизбежное. Они начинают входить в положение хозяина завода. Выходят с ними переговоры и предлагают, не получая заработные платы, чтобы не вводить его до понедельных убыток. Как-то договориться о том, чтобы не полную неделю загрузить, чтобы не сокращать рабочие места. То есть, по сути дела, пытаются войти в положение, чтобы не было никакого протеста, чтобы сохранить производство. Сохранить производство. То есть, взгляд какой-то маленького профсоюза, маленькой организации, не с точки зрения своего класса, а с точки зрения непосредственно интересов отдельного коллектива. 98-й год. Помните кризис? 98-го года, когда за один день доллар к рублю в 4 раза изменился. Пошли массовые акции. Тогда количество вот этих социально-трудовых протестов было на порядок больше, чем сейчас. В 98-м году. За год 2,5 тысячи было. На порядок просто больше. Была такая волна. Потому что закрывались заводы еще в том времени. Карпаты не выплачивали. Цены росли как в заряжах. То есть, все. И что сделал КПРФ? Которая говорила, сбила себя кулаком в грусть, что мы за трудящихся. Зюганов. Он сейчас сам говорит. Звонит Ельцин. Говорит. Не здороваясь. Говорит. Ну что делать будем? Как будем страну спасать? Я вот предложил ему правительство народного доверия. Четыре дня выговаривал Примакова, Маслякова. И вот. Мы сделали невозможное. Создали правительство, которому доверяли. И спасли. Тогда удержали страну. А что они сделали? Они заткнули вот эти дыры. Все. За ценными рублями в 4 раза меньше. Расплатились по долгам. То есть, приложили весь кризис на плечи народа. Обычного. И сохранили буржуазную структуру власти. Буржуазное устройство общества. Они спасли буржуазию. Они не страну спасли, а буржуазию. Говорили весь кризис народу. И им это так понравилось в КПРФ. Такой способ, да? Что они включили это в свою программу. И вот если любые требования. Послушать на любых митингах. Это правительство в отставку. Правительство народного доверия. Еще правительство профессионалов в КПРФ. То есть им это очень понравилось. Вот такой яркий, ярко выраженный оппортунизм. Есть более, так сказать, изощренный такой, да? Более трудно уловимый. Его и так просто разглядеть. Вот. Ну, носителем вот этого оппортунизма всегда являются представители, значит, элементы интеллигенции. Поэтому за ними нужна бдительность. Значит. Вывод такой. Вот во всей этой лекции я хочу сделать. Что рабочий класс, как говорил Макс. Либо он революционен, либо он лишний. Для того, чтобы он стал силой политической, да? Ну, нужно переходить на требования и споряжения существующего строя. Вот если он сможет это сделать, сможет, мы сможем помочь ему сформироваться. Создает на политическом силе. Значит, он станет такой силой. Значит, у него обратятся и другие классы за помощью, за поддержкой. И самозанятые, там, студенты, часть интеллигенции. Вы увидите, например, он станет действительно силой серьезной. И вот только тогда возможно и улучшить свое текущее положение, как побочный продукт, если он поставит цель, не споряжение всего строя. И мы, значит, Российская коммунистическая рабочая партия, свою задачу мы видим в том, чтобы удивлять структуры российского обмена Кургал-фронта. Модель такая. Ядро марсистско-ленинское, а вокруг него широкая организация рабочих. Так как это делает ПАМА в Греции, рабочий боевой фронт классового профсоюза в Греции, в нем на этих выходных будет конгресс, съезд на самом деле. И вот эти ПАМА, профсоюзы, вы, наверное, видели. Сейчас приезжал Буш к Греции с каким-то визитом. И в Греции была массовая такая демонстрация, хотя она была запрещена властями, или даже разгоняли. Вот это как раз ПАМА организовывало против Буша с антиимпериалистическими требованиями, антивоенными. Поэтому мы увидим свою задачу в этом. Значит, мы посетить по мистической рабочей партии в том, чтобы помочь гражданскому классу стать самостоятельной, традиционной и политической силой. Спасибо. Поступили вопросы? Пожалуйста. Классы, понятие экономическое или политическое? Первый вопрос. Политика есть концентрированное выражение экономики. Это категория, которая складывается в процессе общественного производства в класс. Это группа людей. Политика – это борьба за власть и господство. Поэтому одно из другого тут нельзя противопоставлять. Понятно. Второе вопрос. Что есть революция? Революция есть устройство общества на других принципах. То есть социальный революция, социальный прогресс, цель – изменить отношения в процессе производства между людьми. Вот сейчас у нас есть собственник средств производства, он так себя считает, и все так его считают, что он собственник завода. Никогда там не был, может быть, и не умеет работать даже ни на одном станке, но он собственник этого. Понятно, что если отдать ему эту собственность, он ничего с ней не сможет сделать, не сможет работать. Честный характер, тогда очень давно. Поэтому работают те, кто ничего не имеет, продают свои рабочие силы. Мы говорим, что революция – это уничтожение и испоряжение института частной собственности, об обществлении всех средств производства, и тогда уже производство будет выстраиваться не в интересах господствующего класса, удовлетворения их потребностей, а в интересах всего общества. И не будет задержек зарплаты, мы же видели это. Будет совершенно по-другому организовано здравоохранение, будет решена жилищная проблема, не будет безработной задачей. То есть революция, по сути дела, сводится к вычислению средств производства и уничтожению классовых различий. Третий вопрос. Ротфронт – партия рабочего класса или временный конгломерат для выборов? Ротфронт – это избирательное объединение, это широкая организация. Ядро РКРП. Уже мы регистрировали. Для того, чтобы участвовать в выборах, надо быть политической партией для Министерства юстиции. Уже мы решили по закону, поскольку запрещены были избирательные объединения, сложение партий политических, мы решили сразу зарегистрировать избирательное объединение в виде политической партии. Это для Министерства. Не себя мы понимаем, избирательное объединение – ядро РКРП. Широкое такое, мы привлекаем все силы туда. Мы выстраиваем по линьскому принципу. Следующий вопрос. Какие классы есть в современной России? Еще раз. Буржуазия. Дальше. Которая разделяется на крупную, среднюю, мелкую. Есть самозанятые. В сельском хозяйстве это крестьяне их надо назвать. Есть слой, огромная интеллигенция. Это не классы. А? Это слой. Вы просто классы назвать. А вы перечисляете все, что написано. То, что написано, не читать умеем. А товарищи сдавали? Да. Назовите классы, то их не так много. Я и называю. Ну, один вы назвали пока. Буржуазия. Буржуазия. Какие вам еще классы? Буржуазия. 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 Я не все смотрию. Следующая пропорция. Является ли борьба за заключение прогрессивного коллективного договора в классовой? Это экономическая борьба. Чтобы она стала классовой, она должна выйти на национальный уровень. Это экономическая борьба. Экономическая борьба, выходящая на национальный уровень, становится классовой. За трудовой кодекс, за поправки в трудовой кодекс, это классовая. А за свое предприятие это экономическая борьба класса. Следующий вопрос. Поддерживаете ли вы требования сокращения рабочего дня до 6 часов, 30-часовой рабочей недели с сохранением и увеличением заработной платы? Да, мы поддерживаем, мы даже начали эту идею популяризировать в своих изданиях. Мы поддерживаем, безусловно. Но мы понимаем, что в рамках этого строя, который наоборот идет на увеличение профессионального возраста, на увеличение рабочего дня, все это трудно выполнить. Еще вопрос о религиозном врагобесии я предлагаю не отвечать, поскольку мне это соответствует теме. Вопросы все. Спасибо. Записал три выступающих по мере поступления. Красивый Иван Николаевич, пожалуйста. Во-первых, хотел бы поговорить Пан Сельдоровичу за замечательную лекцию, замечательной статистикой. Я, откровенно говоря, не ожидаю, что все так обстоит хорошо. Обычно в эксплуататорских обществах где-то около 10% относятся к эксплуататорским хассам. Это тянется с античных времен, когда в Юрьевне Греции где-то было 35% тех самых граждан, того самого демоса. 35 тысяч в Афинах было 35 тысяч демоса, которые пользовались демократическими свободами, там альфинская демократия и так далее. И около 400 тысяч было рабов и метеков. То есть около 10%. И в современных Соединенных Штатах, если человек какой-нибудь там владелец магазинчика дает вам визитку, он непременно скажет, что вот у нас в США 90% работают на дядю и только 10% на себя. Вот я из тех, которые работают на себя. То есть это 10% оно плывет из тысячелетия в тысячелетие. А у нас сейчас получается такая социальная ситуация, что буржуазии-то 1 миллион из 72 занятых. Но тут семьи, как я понимаю, не учитываются. Так что вот 1 из 72 это где-то меньше чем 1,5% населения. И это, конечно, процент очень маленький. Это видно, что эксплуататорский храсс у нас вычленен в такую вот головку, где вот ее, так сказать, прыщ уже вычленится. Дай его вот сковырнуть чуть-чуть. Вот, вроде бы. А потом хорошие данные по рабочим. Всего 38 миллионов человек, да, там промышленных 10 миллионов, да, там, или сколько? 10 миллионов, значит, транспорт, связь, это все вместе. А, вот. Это было очень хорошо, значит. Это данные очень оптимистичные, потому что в Царской России было на крупных промышленных предприятиях около 2 миллионов рабочих, а население в Царской России в целом было больше, чем у нас сейчас. Там около 170, по-моему, было. Так что поэтому это тоже здесь предпосылки, так сказать, очень оптимистичные, но предпосылки, они сами по себе ни во что не выльются. В Германии, например, в начале 20 века было большинство рабочих вообще составляло промышленных из числа населения. Ну и там это все вот так качалось, ну и качнулось, мы все знаем куда. Поэтому без субъективного фактора здесь никуда. И вот здесь вот выбывают вопросы по требованиям. Действительно, чего же требовать, чего мы хотим. Это очень важно. Значит, что касается требований о приближении заработной платы к стоимости рабочей силы. Требования это вот не совсем, как Степан Сергеевич сказал, что вот Попов, там интеллигенты из фонда рабочей академии, это вообще говоря, всплыла в мыслях в профсоюзе докеров. И расчетами этими занимались непосредственно даже не профсоюзники освобожденные, а докеры-механизаторы. В 2007 году это были Градусов и Ремезов, в 2014 году, последний раз, я уже не помню кто конкретно. И вообще там довольно много народу участвовало, потому что последний расчет, значит, все это в соответствии вообще говоря с классикой, с Капиталом Маркса. Ибо в Капитале прямо вот так указано, что цена заработной платы, ну цена и стоимость, они соотносятся как взаимообусловленные величины. Цена должна, по идее, стремиться к стоимости. Закон стоимости звучит так, что цена это денежное выражение стоимости, да. Вот, а стоимость это сумма средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы. И вот они нормального воспроизводства рабочей силы, да. Поэтому это вообще, говоря, не какой-то там волонтаризм, а вполне возможны здесь научные расчеты, которые подскажут, сколько надо рабочему непосредственных вот благ материальных, для того, чтобы воспроизвести рабочую силу, то есть породить хотя бы троих детей, мужу с женой. Вот, и это надо сказать для большинства семей, огромного большинства в России, где вот говорили, 72 процента, да, 15 тысяч имеют, возручивали цифру. Вот, 72 процента, 15 тысяч. Но я вот могу сказать, что одинокому интеллигентному хрустику где-то прожиточный минимум около 30 в месяц. А на 15 тысяч, как там, что может делать Россия, кроме как вымирать, это совершенно непонятно. И она и вымирает благополучно, что мы видим. Вот. И поэтому этот вот расчет, это вообще вещь очень важная. Я бы здесь пополемизировал с Этипаном Сергеевичем, он говорит, что вот квартиру сюда забивать в стоимость. Ну а что делать? А не будет квартиры приватизированной стоимости? Да, это чушь, конечно, когда у тебя частная собственность, а в 10 сантиметрах за тобой это чужая частная собственность, человек оттуда сверлит и в твою частную собственность вторгается немиросердно. Это чушь. Но тем не менее, а какая альтернатива? Альтернатива это снимать жилье участника, и у участника там дочка вышла замуж, и надо жилье, он тебе в месячный срок кыш. Вместе со всеми детьми, со всей мебелью, вот куда хочешь, туда и выселяйся. То есть это вообще, говоря, не есть достойно современного человека, и в общем-то мы предлагали самым разным людям, в том числе и товарищам, которые не согласны с такими расчетами, взять красный карандаш и получеркивать оттуда по пунктам, а что там не так-то. Вот. Этим воспользовалась администрация первоконтейнерного терминара, она нанира тетю профессора, и тетя профессор с красным карандашом там долго ходила, это было еще в 2007 году, но все равно у нее больше 100 тысяч получилась, должна была эта зарплата, и это было еще в 2007 году. То есть вот это здесь как не ходи, а вот это объективный некий уровень. А если меньше зарплаты этого уровня, то что тогда? Это то же самое, как, скажем, если автомобиль там современный BMW, лить масло М8, но он проходит на этом масле, но не очень долго. Также вот и мы с вами, так сказать, и рабочий крас, вот мы, так сказать, которые вот ходят на таком вот масле, как-то там дохаживают. Вот. Вот это такое вот первое. Ну, мы это требование выдвинули, но надо сказать, что здесь, конечно, сложности были с его выдвижением на местах, потому что денег нет, и, надо сказать, люди на это кароссально ведутся, хотя денег нет, это понятие очень раскрывчатое. Поэтому мы, так сказать, было принято вот в последнее время на съезде партии у нас в июне этого года, чтобы выдвинуть требование увеличения свободного времени. Это вообще требование ключевое, и когда, вообще говоря, Октябрьская революция стала возможна только благодаря тому, что в начале февраля, февральской революции, в марте месяце, был введен восьмичасовой рабочий день. Это вот обусловлено необходимое свободное время для рабочих, для того, чтобы рабочие могли создавать рабочую милицию, там тренироваться, заниматься всякого рода, работать в обзавкомах, и создать к тигу 17-го года систему советов, подкрепленную вооруженной силой. То есть, что такое власть? У нас всякая власть должна опираться на вооруженный народ, и вот появилась власть, которая опирается на вооруженные отряды людей. И это, вообще говоря, вопрос ключевой, потому что я вот опять не соглашусь с Степаном Сергеевичем, что вот главная задача – это неспровержение буржуазии. Неспровержение – это задача вообще буржуазных революций, буржуазно-демократических. Там вот феодары эти сидят, у них привилегии, они мешают вот их неспровергнуть. Ну а там все устаканится, буржуазия, те, у кого деньги, те протянут своих людей в выборные органы, все, так сказать, образуется для рабочих, по крайней мере, само собой. Раньше у них там на шее сидели феодары, теперь у них на шее сидят буржуазия, рабочим ни о чем думать не надо. Они свергли, и вот все. Здесь все-таки задача другая, здесь задача создания системы власти, которая перехватит, как это произошло в октябре 17-го года. У нас же сразу собрался второй съезд советов, и октябрьское восстание вооруженное, оно, тоже надо сказать, оно проводилось людьми, у которых оружие в руках было легитимно. То есть это военнослужащие Петроградского гарнизона, моряки Бахтийского флота и Красная гвардия, собранные из отрядов рабочей милиции, у которых тоже оружие было на руках легитимно. Работодатели его приобретали для того, чтобы рабочие могли наводить порядок на улицах и защищать собственность, то есть защищать предприятие от разграбления. Тут, в общем-то, и все было совершенно легитимно. И на место временного правительства, которое, кстати, никто не выбирал, стало тут же задержкой на несколько часов, если несколько минут, встал совет, который собрал второй съезд советов, который собрался как раз в эту ночь, и, так сказать, легитимно совершенно пришел к власти в Россию. Насколько вообще может быть легитимным такой существенный переворот? И вот после этого и начинаются все самые главные приключения. Вот после неспровержения вот этого вроде как буржуазии, это вот здесь мы все воспитаны на сказках типа Юрия Олеши, там три торстяка, как народ восстал, и счастье после этого ему было, но на самом-то деле все приключения только после этого и начинаются. Вот. Вот это то, что хотят сказать. Ну, а так лекция замечательная, и вообще, говорю, много чего полезного оттуда узнал. Да, Богу добр. Следующий выступающий депутат Денис Борисович. Уважаемые товарищи, я тоже хотел бы поблагодарить Степана Сергеевича, действительно, проделал большой труд для того, чтобы вытащить из нашей разрозненной, довольно-таки такой фрагментарной и лукавой во многих моментах статистики и вот среднее, например, количество буржуазии напрямую нигде это не фигурирует, да, так сказать, это такое, скажем так, оценочная, да, оценочная цифра, где-то около миллиона человек. Вот то, что касается классового состава и первой таблицы по производству, конечно, я хотел бы сделать некоторые замечания. Во-первых, класса известна. Классов современного общества всего три. Это буржуазия, мелкая буржуазия и рабочий класс. Все остальные слои населения, они классами не являются. Ни студенты, ни интеллигенция, так сказать, ни безработные, никакие не классы, естественно, да. Есть три класса. Из них два класса антагонистических, это класс буржуазии, класс рабочих, и между ними, собственно говоря, идет основная классовая борьба, ну и класс мелкой буржуазии, которые, так сказать, промежуточное положение занимают. С одной стороны, трудятся как рабочий класс, да, сами своими руками. С другой стороны, стремятся стать буржуазией. То есть не работать, а эксплуатируют других работников. И, конечно говоря, о производстве, включать в сферу производства банкиров, включать в сферу производства врачей, учителей, это совершенно неправильно. То есть первая таблица, ну, мягко говоря, никакой критики не выдерживает. Никакого отношения к производству. Мы знаем, что такое производство. Производство – это производство материальных благ. И включать туда сферу услуг, так сказать, образования и так далее, это совершенно неправильно. Это с политэкономической точки зрения совершенно неверно, и не случайно этот вопрос прозвучал в футболе класса. Какое понятие? Экономическое или политическое? Ну, уж совсем выглядит странным заявление о том, что финансовый сектор забирает себе лучше. На каком основании, так сказать, сделан такой выбор? То, что там поголовно все имеют высшее образование? Ну, действительно, ну, высшее образование университет, как известно, развивает все способности, в том числе и глупость. Поэтому совершенно неоднозначно, да, мы знаем, что это люди совершенно безжалостные, хищники, которые пойдут на все для того, чтобы получить прибыль. Поэтому никакой, естественно, лучшей части населения, которая заседает в банковском секторе, говорить не приходится. Это вообще худшая часть буржуазии финансовая. Не говоря уже о всех остальных. И я хотел бы присоединиться к замечанию Ивана Михайловича о том, что включение квартиры в стоимость рабочей силы не является каким-то волюнтаризмом или, так сказать, выгонкой профессоров. А где, позвольте сказать, рабочему жить? Да, так сказать, те, кто получил, старые рабочие, получили квартиру при советской власти, им есть где жить. А где жить их детям? Где жить их внукам, извините меня? Жилье никто бесплатно не выдает. Жилье для рабочих, как когда было до революции, там построено и у работодателя, так сказать, снимают. Ну, в единичные случаи, может быть, и бывает такое, да, единичные случаи, но, естественно, массово никакой времени этого нет. И в социальный найм вы жилье тоже не получите. С какой стати вам будут давать жилье? Значит, действительно, снимать только жилье. И будете платить те же самые деньги, в принципе. Если так вот посчитать на круг, а что в конце жизни, когда вы перестанете получать зарплату, даже 30 тысяч, вы будете получать 12 тысяч. Ну и где вы возьмете 20 тысяч, надо же, чтобы снять квартиру, извините меня. Значит, к концу жизни, к выходу на пенсию, значит, человеку останется что? Только взять и, так сказать, пойти утопиться? Потому что из квартиры его выгонят, потому что он не сможет заплатить. Надо же смотреть на перспективу. Человек начинает потреблять, извините, задолго до того, как начнет производить. И потребляет после того, как закончит производить. И этот период жизни тоже нужно включать в стоимость товара рабочая сила. И здесь принципиальная ошибка, если не включаются средства, необходимые для жизни. Ну и, наконец, о парламентской борьбе. Парламентская борьба – это, так сказать, любимое развлечение буржуазии. Все мы прекрасно знаем, что в парламенте ничего не решается. Никакой властью парламент, тем более двух палатных, не обладает. В нижней палате, вообще, так сказать, куда проходят, собственно, избранные депутаты, никакие решения не принимаются. Все решения в России принимаются. Исполнительной властью. Они просто голосуют. Вот дали им законопроект, они его рассмотрели, еще будут рассматривать, так сказать, годами, если команды не будет сверху, что давайте-ка быстренько принять. Все, они принимают то, что им принесли. А все остальное, извините меня, это клоуната, это шоу. Как принять, так сказать, нужный для рабочих закон? Как принять для нужных? Что, через депутатов можно принять? Да это невозможно. Один депутат выдвинет законодательную инициативу, все остальные, так сказать, ее отметут, и дело с концом. Понимаете? Как принимались законы в пользу рабочих в дореволюционной России? Массовые рабочие выступления, забастовки, стачки приводили к тому, что правительство вынуждено было идти на уступки рабочим и вводить законы, как-то регулирующие трудовые отношения. Вот это путь. Вот это путь. Так это происходило. И так это без борьбы ничего хорошего не получится. Ну и, наконец, еще раз хочу повторить, что партии без идеологии не бывает. Если вы создаете какую-то партию, пусть даже это блок, как вы ни назовете, понимаете, можно, так сказать, хоть горшком назвать, но в печку не ставь. Но в итоге, поскольку форма содержательна, форма начинает волей-неволей диктовать содержанию свои условия. Если у вас по форме нет идеологии, это, в конце концов, проникнет и сущность. К сожалению. Ну и, наконец, насколько я понял из всего доклада, основным все-таки врагом, вот там было написано, враги народа. Судя по всему, сколько раз это прозвучало, основным врагом народа Степан Сергеевич все-таки считает не буржуазию, он считает интеллигенцию, потому что в каждом, так сказать, своем пункте он упоминал, что интеллигенция склонна к соглашательству, интеллигенция склонна к склокам и так далее, к оппортунизму и так далее. Но не надо забывать, что именно интеллигенция вносит вообще-то научный социализм в рабочее движение. И что рабочий класс в силу того, что он находится в материальном производстве, не в состоянии самостоятельно выработать свою классовую идеологию. Вносит интеллигенция. Поэтому роль интеллигенции в создании партии рабочего класса она очень важная. И нельзя вот это все сводить к тому, что рабочие сами по себе хорошие, а вот пришли интеллигенты, еще и спорт. Ну и наконец, борьба буржуазии против рабочего класса идет самыми разнообразными способами. Это не только расстрел Белого дома. Извините меня. Сокращение выплат по нетрудоспособности. Сокращение социальной сферы. Закрытие больниц. Закрытие школ. Закрытие предприятий. Это все классовая борьба буржуазии против рабочего класса. Если рабочий класс не будет отвечать и не будет идти вперед и не будет наступать на буржуазию, буржуазия и раздавит его и не будет никакого рабочего класса. Поэтому необходима борьба, необходимо объединение рабочих в партию рабочего класса для того, чтобы отстаивать его интерес. не будет рабочих и не будет буржуазии. Почему вы говорите как слушателям, что на сегодняшний день по последним расчетам по Санкт-Петербургу стоимость рабочих сил при одном работающем семье, а семья нормальная семья считается пять человек, муж, жена и трое детей, 250 тысяч рублей. При двух работающих 143 тысячи рублей. И речь идет повторять о нормальном. в 14-м году без учета инфляции. В 14-м году можно пойти только в сторону повышения. Поэтому надо сделать свой расчет, но при этом Иван Михайлович вспомнил хорошую историю, а я вспомнил фамилию этого буржуазного профессора, доктора экономических наук, который был приглашен работодателем, точнее руководцем первого контейнерного терминала для того, чтобы опровергнуть расчеты, сделанные докером и фондом рабочей академии. Естественно, это, наверное, не бесплатно было сделано. И тактика была избрана очень простая. Надо было занизить. Вот была, видимо, дана цифра на 100 тысяч занизить. И на удивление, во многом то, что сейчас озвучено в Степане Сергеевич в этом выступлении, как будто это ненужное для нормального существования рабочего семья. семьи. Этот буржуатный профиль слово-слово повторил. Точнее, сейчас наоборот получился. Поэтому здесь надо сделать расчеты и посмотреть. И второе основное, дорогие товарищи, что это, как классовая борьба? Спорное классическое определение. Классовая борьба это борьба за завоевание, удержание и сохранение политической власти. Вот сейчас кто у власти в нашей стране? Классовый Азиев. Классовый Азиев. Что он делает? Он пытается удержать, сохранить свою власть. А что делать рабочий власть? В чем призвание вот эту власть завоевать? И какой основной путь, вообще не основной, неправильно что я говорю, единственный путь завоевания этой власти? Строительство Совета. В условиях еще капитализма. А выборы это как бы второстепенное, побочное, нужное дело. Но это не генеральный путь. Это путь, который придет нас никуда. Он придет к сохранению господства буржуазии. Поэтому я благодарен, Степан Сергеевич, что вы сказали хотя бы этой ситуации, это нужно делать, важное. Но все-таки хотелось бы, наверное, в следующей лекции рассказали более подробно об этом основном генеральном, вообще единственном пути завоевания и сохранения рабочего пласта в своей власти. Спасибо. Заключительное слово Степан Сергеевич. Хочу поблагодарить всех выступающих за их критические замечания. Все прекрасно увидели все, о чем я говорил, о тех элементах оппортунизма, которые неизбежны себе несет интеллигенции. Сейчас я это постараюсь вам показывать еще раз. Но прежде всего на простые вопросы отвечу. Финансовый сектор объединяет не лучших, а самых образованных. Самый образованных не значит самого лучшего. У вас это одно и то же. Это вот опять же типичный подход к интеллигенции. Разобразованный значит я самую лучшую. Чего-то не так. У нас из-за здесь производительный труд, собственно говоря, заканчивается наверное вот этой частью. Здесь структура производства, распределение рабочей силы, это написано так структура производства, распределение рабочей силы по адреслям, по тому, что это сказать, в данное историческое время существует. Есть люди, которые заняты на недвижимости, на аренде. Ну, политическая, по сути дела, но она, посмотрите, сколько имеет, привлекает силы. наша задача изменить эту структуру. Для этого надо взять власть. Тогда можно будет ее перестроить. Ее формирует господствующий класс по своей нужной забросу. Вот он таким образом распределяет рабочую силу. Это факт. и от того, что вы с этим не согласны, собственно говоря, ничего не меняется. По поводу стоимости рабочей силы. Любой товар на протяжении длительного промежутка времени, да, его цена калибрится вокруг стоимости. В том числе и товар рабочая сила. Возьмем 10-15 лет. Средняя цена это будет стоимость рабочей силы. Бороться за стоимость рабочей силы это глупость какая-то. Что касается расчетов. Я говорю, что интеллигенция пытается жить по буржуазным стандартам. И она протаскивает это в эту стоимость, в эти расчеты. Я не против того, чтобы рабочий класс жил лучше и зарабатывал больше. Но просто сам по себе вот этот стандарт. Раз в несколько лет заменить машину. Смотрите эти расчеты. Работает один человек и второй не работает. Неправильно наоборот увлекать этот общественный процесс труда. Что касается жилья. Я предлагаю товарищам, которые выступают за то, что нужно и обосновывать, что нужно обязательно свою квартиру в собственности и прочее, поспорить с Энгельсом. Спорьте. Вот есть Прудон, интеллигент прошлого, анархо-коммунист, который также считал, что рабочие должны иметь собственность квартиры. Смотрите, как его разбивает Энгельс. Пожалуйста, испорьте с Энгельсом. Квартиру и средства производства. Рабочий класс не может иметь собственности, как класс, при буржуазном производстве собственности жилье. И при социализме он не может иметь собственности жилье, потому что это общественный фонд должен быть. Я же объясняю. Вам это не понять. Я понимаю. Хорошо. Потому что опять же, вы индивидуальный такой способ преподавать. А вы? А я вовлечен как и рабочий класс частичка целого. Понимаете? Для меня жилье, ну да, общественный фонд. Сегодня у меня большая семья, мне надо пять комнат. Завтра дети выросли, разъехали. Зачем мне пять комнат? Я уезжаю в другую, отдаю другой семье. Именно ротация. Оптимальное использование имеющихся фонда. А сейчас что? Настроили жилье, черт знает сколько. Вот сейчас переизбыток. А в действительности они же все стоят пустые. Они куплены, выкуплены, но они не заселены. Нету там, никто не живет. Они все в собственность выкуплены. Что? Это, понимаете, в собственность, в собственность, в собственность. Или куплены нет. Как решается практически? Буржуазия научилась уже решать эти вопросы. Вы говорите стоимость рабочей силы, жилье, как вы будете решать? У нас мы вышли из социализма. Ряд, так сказать, представителей рабочего класса имеют собственность квартиры, мне нужны вот эти ваши ипотеки, то, что вы пытаетесь навязать. У них просто есть железное. Другая часть не имеет жилья, которое появляется, и она, конечно, снимает жилье. Вот на ЛМЗ, где я работал. Как решался этот вопрос? Если ты имеешь свое жилье, получаешь зарплату и все. Если ты иногородний снимаешь, администрация предприятий доплачивает. В то время, это было 6 или 7 лет назад, 6 тысяч рублей доплачивает. Вот и все. Само Буржуазия решает эти вопросы. они решают практически. Бороться надо за повышение заработной платы. Я не против. Я против буржуазных стандартов, которые навязаны и против теоретически неверного посыла, что жилье вы включили в собственность. Это теоретически неверно и неправильно. Что касается выборов и ваших гневных замечаний в отношении конечно с помощью выборов власть не изменишь не возьмешь их надо использовать для развития рабочих движений. Выборы мы не назначаем их назначают Буржуазия и она назначала. Мы будем использовать их или нет? Вы говорите не надо использовать Вы говорите хотя перед этим вы читали лекцию говорили что надо понимать вы все время колеббитесь бегаете с одной точки зрения на другую почему вы бегаете потому что на практике вы н始 приняли решение участвовать вместе с фронтом на выборах. Собрать подпись необходимо, выделять делегатов, кандидатов в депутаты. А потом вы обиделись, у вас был каприз, что ваша программа не так, коллективных действий, неправильно, так сказать, преподнесли, или еще что-то. Вы отказались. Вы отказались. Мы начали вам говорить, что нет, мы вашу программу берем за основу. Кто сказал? По шуму сказал? Мы написали. Письменно. Вы взяли нашу бумагу. Вы неправильно не писали. Вы к кому обращаетесь? Не написано, к кому обращаетесь. Ну, вот так бумага и так не пишется. Мы продолжали сварить. То есть вы, по сути дела, побежали с Лениной борьбой, и теперь вам нужно как-то оправдаться. Вы это оправдываетесь тем, что это типа неважный момент. Хотя это важный момент. Важный момент, потому что выборы. Потому что, как говорил Ленин, это как сражения какие-то идут между классом бажази и классом пролетариата. Вот есть наступление, есть осада, есть разные маневры. Вот выборы. Это маневры. Вся армия пролетариата перестраивается, участвует на выборах. Обязательно. Выборы прошли. Все, перестраиваем армию, идем дальше. Конечно, забастовка. Конечно, это главное оружие. Ну, просто я, может быть, не говорил, а потом это настолько естественно, что даже, ну, как-то не произносится, что это естественно. Я говорил о том, о тех моментах, да, которые мы не обсуждали. Об интеллигенции, об ее роли, об ее оппортунизм, которые она неизбежно носит. И в то же время положительная, действительно, она несет знания, у нее широкий кругозор, и те элементы, которые переходят, есть, и они учатся. Спасибо. Спасибо. Итак, у нас небольшие изменения в плане занятий, поскольку доктор философских носпотофобов лежит в командировку. У нас в следующий четверг тоже занятие по диалектике Марс, Энгельс и Ленин по диалектике Гегеля. Ведет занятие кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Бирков. Продолжение следует...